Привет, друзья! 13 ожесточенных поединков матча на первенство мира остались позади, и 14-я партия призвана была дать ответ на вопрос. Когда мы узнаем имя 17-го чемпиона мира? Сегодня или завтра на тайбрейке? Итак, Динлежань командовал белыми фигурами и отправил в бой ферзевую пешку. Непомнящий развивает коня, белый захватывает центр, и получается у нас на доске защита Немцовича. Черный связывает коня и таким образом оказывает воздействие на центральное поле Е4, не позволяя белой пешке захватить этот пункт. Ввиду этого Дин ограничивается скромным ходом Е3 вариант Рубинштейна. Черный уводит короля в безопасное место, белый защищается от порчи пешечной структуры на ферзевом фланге. Непомнящий устанавливает пехотинца в центр доски, белый заставляет определиться слона. И после отступления чернопольный слон белых остался в дураках, зато у них уже пешка стоит на А3, что может пригодиться в будущем. Динлежань завершает развитие кавалерии, непомнящий создает пешечное напряжение в центре доски, белый пробивает на поле C5, а далее играет ферзе 2, усиливая контроль над полем Е4. Спортсмены словно от снега очищают от пехоты доску, формируется симметричная пешечная структура, которая имеет большие ничейные тенденции. После хода конь Д7 Дин создает рентгенчик против королевы, непомнящий играет надежно слон Е7, и китайский гроссмейстер навешивает лошадя в поисках какой-то психической атаки, делает второй ход одной и той же фигурой в дебюте. Гораздо лучше было сыграть Е4 захватывая пространство, здесь же черный нападает на коня, белый защищается пехотинцем, якобы жертвуя фигуру. Но брать ее естественно нельзя, поскольку белый пробивает пешкой и в случае отступления мотец черному королю. На шахматы, как известно, не шашки, поэтому в партии непомнящий пошел ферзе 7, нападая на слона. Слон убегает на поле Е2, непомнящий переводит ладью на открытую линию. Дин Лежин создает комбинационную угрозу прыжка коня на поле Д5, и нельзя будет брать конем из-за хода ферзи Х7 с последующим матом. Поэтому непомнящий защищает поле Х7, создавая угрозу взятия на поле Ж5. Дин Лежин отступает на Е4, начинается массовое истребление зоопарка. Размен тяжелых фигур и ход слон Д7. Чернопольный слон белых является условно плохой фигурой, которая ограничена своими же пешками. Поэтому Дин Лежин принимает решение поменять этого слона, даже ценой порчи пешечной структуры на ферзевом фланге. Тем временем непомнящий переводит слона на большую дорогу, атакуя коня и издали пешку Ж2. И Дин Лежин влепил коня на поле Ц5, жертвуя пехотинца. После взятия белый нападает на слона, дальше играет Е4, оттесняет хаботастов от друга черных и отыгрывает пехотинца на поле Б7. Но слабости в пешечном расположении белых начинают потихоньку сказываться. Непомнящий нападает на пехотинца, белый защищается ладьей, черный пошли ладья Д7 с атакой коня и на отступление связывает Кобылянского. Дин Лежин открывает дорогу слону, защищает пешку на поле Б5, ладью устанавливает на защищенное поле, черный сдваивается, угрожает выигрыш фигуры, поэтому белый защищается продвижением Б4. Ян усиливает давление на коня, используя вертикальную связку. Дин сдваивается, паля ниже, черный пробивает на поле С5, не опасаясь удара на Ж7. После взятия пехотинцем черные берут ладьей и на шах с поля Ж7 король бегает на поле Ф8. Выясняется, что пешка на поле Б5 является слабостью. Здесь китайский гроссмейстер пошел слон Д3, не опасаясь потери пешки на поле Б5. Дело в том, что если черный забирает сразу, тогда после размена легких фигур, белый выписывает шах, берут ладью на поле С8, ладья-то отыгрывается, но на доске получается совершенно равное окончание. Поэтому в партии Ян не помнящий отказывается от немедленного взятия на поле Б5 в пользу хода ладья Д8, создавая нападение на слона. Белый защищается королем, черный усиливает нажим. После шаха король отступает, Дин лежень переводит ладью на поле Ж3, защищая слона. И здесь, вероятно, лучшим был ход ладья Б3, устанавливая ладью по Зигберту Тарашу позади пешки, создавая еще одно нападение. Но вместо этого не помнящий пошел Е5. Дин прицеливается к пешке А6, угрожая сдвоением по восьмой горизонтали. Ян убирает ладью с этой линии и защищает атакованную пешку. И Дин проводит красивый комбинационный удар Б6. После взятия пробивает на поле Е8, выписывает шах и на взятие отыгрывает тяжелую фигуру противника. Несмотря на лишнюю пешку, у белых великолепные шансы на спасение за счет активности ладьи. После хода ладья С1, черный продвигает проходную пешку вперед. Белый объявляет шах, на отступление короля еще один шах, и устанавливает ладью позади пешки. Теперь уже не помнящий шахует по второй горизонтали, защищает пешку. Белый, в принципе, стоят на месте. После хода А5 пошли ладья А8, и на ладья А1 защищается от всевозможных шахов. Ну что ж, пешка потихоньку продвигается вперед. Белые на всякий случай напали на Е5, черный защищается, белые стоят на месте. На ход А3 играет ладья А6, после король Ф7 переводит короля на Е3, и черный жертвует пехотинца на поле Ф6. Но брать его, понятное дело, нельзя, из-за хода А2, и черный дальше шахует и проводит пешку ферзи. Но, конечно же, день лежения не стал попадаться в такие детские ловушки. Стороны продолжают топтание на месте. После хода король Ф7, белый играет король Ф3. И все-таки не помнящий в какой-то момент решил отдать пешку на поле Ф6, но при этом немножко активизировать свою ладью. Оценка позиции оттого не меняется. На доске примерное равенство. После отступления короля, черный монарх приближается к ладье, и белый играет Ф4. Ценой жертвы пешки белый получает свою проходную по линии Е, которая будет отвлекать внимание вражеских фигур. Не помнящий пытается выжать воду из камня, но у него ничего не получается, поскольку черный король не может далеко отлучиться из-за проходной по линии Е. Черный король продолжает выделывать кренделя на танцполе ферзьевого фланга. Белая ладья словно муха не дает ему никакого покоя. После хода король Ф6 из шаха, не помнящий пошел король Д7. Ну и все, черный монарх отрезан, поэтому можно ходить своим королем. Далее было король Ф2, король Е7, король Ж2, ладья Е3, король Ф2, ладья Ж3, король Ф1, ладья Ц3, король Ф2, ладья Е3, король Ж2, король Д7. В общем, спортсмены еще немножко помесили воду в ступе, пешка продвигается вперед на король Д8, день лежань отрезает монарха по седьмой горизонтали, король Е8, король Ж2, черный забирает на Е6, белый на А3. Вроде бы черная ладушка заплывает за пешкой А4, но это совершенно ничего не дает. Белый нападает на А5, после взятия играет король Ф3, на король Е7, ладья Ф5, дальше забирает пешку на поле Ф4, и получается равное пешечное окончание, поскольку пешка Аш никуда не идет. С учетом этого на 90-м ходу соперники наконец-то согласились на ничью. Итак, счет в матче стал 7-7, и как это не парадоксально, название чемпиона мира по классическим шахматам будет определяться на тайбрейке с быстрым контролем времени. В начале будут сыграны 4 партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход, если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 плюс 3 на ход, и далее при необходимости еще 2 партии. Далее Блиц партии 3 плюс 2 до первой победы. Но хорошо хоть в пулю играть не будут. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте также ставить лайки, делиться видео с друзьями, потому что шахматы это круто. Субтитры сделал DimaTorzok